Но и лето прошло, только этого мало. Молоды душой и добры сердцем. Все это про серебряных волонтеров. Добровольчество для них не просто стиль жизни, а призвание. С 2018 года в Крае работает региональный ресурсный центр серебряного добровольчества. С тех пор образовалось 179 отрядов. Сегодняшний слет «Дорога у добра» собрал более 400 участников. Для многих это возможность обменяться опытом и вдохновиться на новые идеи. Мы занимаемся с детьми. Кто-то занимается с домами престарелых, с пожилыми людьми. Они занимаются тем, что плетут, вяжут на спицах для детей, недоношенных, различные пледники, шапочки и все прочее. Мы у них принимаем этот опыт и начали тоже этим заниматься. Участники поделились новыми волонтерскими практиками. Например, настольные игры для людей с ограниченными возможностями, больничная клоунада для деток, проходящих лечение, уроки рукоделия. Людям старшего возраста волонтерство помогает найти себя после выхода на пенсию, вести активный образ жизни и помогать тем, кто в них нуждается. Надо желание и здоровье. Надо желание, здоровье. И что-нибудь придумать интересное. Тогда все обязательно получится. Гостем слета стал и губернатор Края Виктор Томенко. Глава отметил, что гордится работой волонтеров и подчеркнул, что многие их проекты известны по всей стране. Например, инициатива «Избийска. Жить активно, мыслить позитивно» признана одной из 20 лучших практик в России. Это большой пример для всех нас, для молодых людей, для тех, кто сегодня в активном возрасте, для тех, кто сегодня занят каким-то таким своим серьезным делом, с пониманием того, что мы живем все одним, общим народом, обществом, и в нем обязательно должно быть место добровольчеству, заботе, добру, теплу, любви, все, что вы делаете. Особую значимость приобретает и патриотическое волонтерство. Добровольцы собирают душевные посылки бойцам СВО, делают сухпайки, окопные свечи и плетут маскировочные сети. От души мы все это делаем, помогаем, и как раз, Господи, хоть бы наша сеть, как ангел-хранитель, чтобы для наших мальчишек была. На сегодняшний день серебряное волонтерство в Алтайском крае насчитывает десятки направлений – творческое, социальное, инклюзивное. Власти края отметили, что готовы оказывать всяческую поддержку тем, кто и в возрасте стремится вкладывать свои силы в благие дела. Мария Мацаева, Владислав Кабалев. День с толком.